Село Яковлевка основали в 18 веке донские казаки. В советское время здесь рядом работало три предприятия, а население достигало 3000 человек. Теперь с заводов и совхоза нет, клуб развален и даже школу хотели закрывать. Анна Маншилина приехала в Яковлевку в 1956 году. Тогда село было большим, рассказывает женщина. По соседству работал завод по выпуску минеральной воды, совхоз и металлургическое предприятие. В деревне был клуб с кинозалом и сюда по распределению каждый год приезжали десятки молодых семей. Вот не было телевизора, но село было веселое. Песни можно было вечером услыхать, у клуб прийти, на большом экране фильм посмотреть, танцы молодежь собралась. Очень интересно было, очень интересно. Почему? Потому что чувствовали, что живые люди. А сейчас какое-то уединение такое. В начале 90-х все заводы и совхоз закрыли и пол села переехала в Донецк. Теперь в Яковлевке нет и тысячи жителей. Клуб закрыли и он постепенно разрушается. Школа в селе рассчитана на 150 человек, а учится здесь всего 49. В этом году областная администрация хотела закрыть учебное заведение, но жители знают, нет школы, нет и села. Они возмутились, написали обращение к чиновникам и школу отстояли. Пока ее оставили на следующий учебный год. Никаких нет других, ни детской площадки нет в селе. Ну, только футбольная школа, ой, футбольное поле. Конечно, и концерты, и Дню Победы, и новогодний утренник, все родители приходят, выпускные у нас, все село собирается. И та же библиотека. В селе нет газа, воды и канализации. Маршрутки ходят редко, дороги разбиты. В областной администрации говорят, им просто невыгодно обновлять шоссе и трубы и содержать школы в деревнях, где не наберется и ста дворов. Рабочих мест фактически не стало, правильно? Были колхозы. Ну, вообще, конечно, если только не до нескольких областей, я выезжал в другую область, в Полтавскую. Дикая дегадация. Страшно смотреть на все эти села. И самая главная работа. Мы спросили у школьников из Яковлевки, где они хотят жить, когда вырастут. Все ребята ответили – останутся в селе. Хочу тут остаться, потому что тут есть свежий воздух, стовок, чтобы покупаться, рыбу половить. И тут всегда можно быть веселым. Тут родина, тут я привыкший, тут все друзья живут. Донецкая область – одна из самых урбанизированных в Украине. 90% населения региона еще в советское время жили в городах. Представители местной власти считают, если в государстве в ближайшее время не примут программу по созданию мелких ферм и возрождению деревень, села с карты региона начнут исчезать еще быстрее. Оксана Витальевна, Юрий Трелесенко, Панорама.